Лавр Корнилов при рождении был назван никак иначе, как Лавга Дильдинов, родился в семье казака Калмыка и русской женщины-казачки. После их развода маленький Лавга остался с матерью и получил ее девичью фамилию. В начале 90-х годов, когда белогвардейское движение стало восприниматься как явление единой российской истории, стало возможным упоминать о калмыцких корнях Лавра Георгиевича, верховного главнокомандующего русской армии в Первую мировую войну. Почти одновременно с этим разрешили реабилитировать и калмыцкую кровь вождя революции Ленина. Первым о том, что Лавр Корнилов это никто иной, как Ларий Дильдинов, выходец из донских казаков-калмыков, сказал известный ученый профессор Ким Шавунов, возглавлявший научно-исследовательский институт, преобразованный впоследствии в Калмыцкий институт гуманитарных исследований. Он опубликовал в республиканской газете статью о калмыцких корнях Корнилова, и с тех пор этот факт сомнению не подвергался, и даже на официальном уровне считается очевидным. Редактор субтитров А.Семкин